Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Неблагонадежного живописца Еще долгое время не давало нашему герою Спокойно жить Его первая персональная выставка Открылась в Москве только в 1990 году Итак, сегодня у меня в гостях Художник, философ и мастер Короткого рассказа Борис Жутовский Борис Иосифович, здравствуйте Здравствуйте Борис Иосифович, пожалуйста, просил не называть его Иосифовичем Но я уже так уважительно буду Иногда называть Борис Иосифович А иногда просто Борис, чтобы Облегчить наше с вами общение Как настроение, Борис? Во Нормально все? Идеально Это вот по жизни всегда так во? Или вот конкретно вот в этот период так хорошо? Ну в этот период совсем хорошо А по жизни всегда во Тем более вот накануне А я бы мог не родиться Почему это вы могли не родиться? Ну вдруг Вдруг не так бы сложились штуки И вышел бы не я Уже одно удовольствие Ну так все вы могли так вот Не появиться на свет Ну так отчего я и радуюсь Ага Что я получился То есть это вообще очень серьезная И мне кажется правильная жизненная философия С первых минут своего рождения Идти по жизни с мыслью А ведь могло этого и не быть всего на свет Так ведь сколько конкурентов-то было Да Еще мне кажется настроение хорошее Особенно Я не знаю правда как вы к этому относитесь Когда вот рядышком день рождения Дата какая-то Ну да 75 лет это все-таки немножко страшновато Я до сих пор к этому не могу Для художника, для публичного лица Ведь это особенно Потому что мы можем иногда сами забывать А люди напомнят Люди поздравят Обязательно позовут или скажут А будет выставка юбилейная у тебя Такое бывало? Нет это самое тяжелое время В это время В свой день рождения Сам себе не принадлежишь Ты всеобщее достояние Ты не можешь не подходить к телефону Ты не можешь не улыбаться Ты не можешь не отвечать Ты сам себе не принадлежишь Ну вот я например прячусь Или работаю в день рождения А вы как поступаете? Я стараюсь это тоже Но ведь когда 75 лет Тут уж не открутишься Вы не крутились Особенно я знаю что вы Нет нет Я заранее сказал себе что все Продался, отдался, терплю Понятно Ну раз уж продались, отдались и терпите То терпите и сейчас Будет звучать визитная карточка Я наверное для вас то мало чего нового расскажу Но зрители узнают Поподробнее вашу биографию Фотографии посмотрят Вы тоже можете это сделать Потом меня поправите Если в чем-то ошибусь Хорошо? Конечно Итак, Борис Иосиф Джутовский родился в Москве После окончания образовательной и художественной школы Он поступил на отделение художников книги Московского полиграфического института В классе профессора Гончарова и Чехмазова После окончания института по распределению работал на Урале в Свердловске В 1957 году Борис вернулся в Москву И стал работать в различных издательствах как иллюстратор и дизайнер книги В конце 50-х годов до 62-го он занимался в студии Элия Билютина После участия в выставке «30 лет Мосха» в Манеже в декабре 62-го года и личного скандала с Хрущевым Для него была закрыта всякая возможность участия в выставках в СССР В 1964 году начинается широкий показ его работ по всему миру в галереях и музеях В Финляндии, Канаде, Италии, Чехословакии, ФРГ, Франции и Соединенных Штатах Америки В Москве картины Бориса Жутовского можно было увидеть только на квартирниках и в полулегальных залах на Большой Грузинской улице В 1969 году Борис Иосич был принят в Союз художников СССР исключительно как художник книги В 1979 году у Бориса Жутовского состоялась персональная выставка живописи в Гданске Работы для которой ему пришлось сделать в самой Польше Вывоз работ за пределы страны до этого времени, да и позже, был запрещен В 1965 году Борис Жутовский был награжден медалью на фестивале Злата Грона в городе Зеленогура в Польше И на выставке «Альтернатива Атуале» в Италии В 1972 году на выставке в галерее Хуана Миро в Барселоне В 1982 году награжден дипломом в Лейпце ГГДР Борис Жутовский автор книги «Последние люди империи» говорит, что Дальше я цитирую «Каждая минута существования – это удовольствие, потому что люблю женщин, пью водку, рисую или делаю что-нибудь приятное» Это уже конец цитаты Поправляйте, Борис Ильич, в чем не прав? Идеально Все верно Идеально Хорошо, мне понравилась цитата, впрочем мы об этом начали говорить в начале программы Нужно испытывать от каждой минуты удовольствие жизни Конечно Несмотря на 20, 30 или 75 Да нет, а чем дальше, тем важнее каждой минуты Да, конечно Ну что? Хорошо, тогда подарите такое удовольствие нашим зрителям А именно, у нас есть еще одна традиция Наши гости о чем-то спрашивают всю зрительскую аудиторию Сдают какие-то свои вопросы, желательно ностальгические Спросите о чем-то зрителей Спрошу Прошу Вот на сегодняшний день Мы живем в стране, в которой произошла революция Вся жизнь прошла, почти вся жизнь прошла в другую эпоху В другой стране В других обстоятельствах И то, что произошло, заранее говорю, впереди всего Я очень этому доволен Я очень счастлив, что произошли все перемены Которые произошли в нашей стране Я не всегда доволен результатами Но так и не бывает Так и не бывает Во всяком случае, процесс перемен Мне приятен Но Вопрос Я хочу вас спросить А не жалеете ли вы о прошлом времени? Вот я, например, недавно Силы подумал Боже мой Я сейчас так делаю большую книжку И думаю про эти вещи Ведь как было Трудно жить в детстве и юности Какие-то 30-е, 40-е годы Караул Жрать нечего Ходить не в чем А я сейчас вспоминаю об этом Без всякой печали И что самое главное Сейчас работая Мне не достает большевиков Потому что это было всегдашнее сопротивление Ты понимал Что надо их победить Обмануть Обыграть Было сопротивление Теперь никто не сопротивляется Извольте Что хотите, то и делайте Никто к вам не в претензии Для Творца, наверное, это особенно тяжело Для художника, да? Когда Позвольно все Да позвольно все, что хотите, то и делайте Растерян Как же так? До этого всегда ты понимал Что надо Этого обмануть Этого убедить Этому не досказать И выиграть эту партию А если говорить, Борисович, о последних временах Вот о последнем таком запрете О последних каких-то нелегальных выставках Или еще какой-то своей работе Которую нельзя было официально выставлять Это что вспоминается? Да все Ну вот я говорю про последние вещи Не с самого начала Так нет, ну если первая выставка была в 90-м году Уже при переменах До этого-то их не было Это же было нельзя Даже в момент перестройки было нельзя, да? Да нет, в перестройку уже можно было Но в перестройку было не до этого никому В начале-то Ведь по старому устройству У меня персональная выставка Полагалась бы К 50-ти годам Первая В 75-ть Вторая А там как Бог даст То есть по старому устройству Сейчас вам только вторая полагается Вот сейчас Сейчас да По старому устройству Но сейчас я могу делать хоть 5 в год Ну вот нам про сейчас-то не очень интересно Если честно Мы ностальгия Мы рожденные в СССР Нам вот там бы поковыряться Кто раскупать? Дух тот почувствует Там поковыряться Да тоскливое занятие Тоскливое занятие? Тоскливое занятие Тоскливое занятие Мне кажется Это очень Радость безумная От существования По воспоминаниям А когда ты вспоминаешь Подробности Сопротивления Подробности Что и есть предмет искусства Очень тяжело Но вот про подробности Если можно вот о чем Давайте с чего начнем Не каждый человек Не каждый творец Не каждый художник Может похвастаться Публичным Личным скандалом С главой государства Тогдашнего С Никитой Сергеевичем Хрущевым Это вот красной строкой Идет через всю вашу биографию Все наверняка Об этом расспрашивают Как было и что было А подробности Мало кто знает Уже бульем порослом Многие не помнят Так суть конфликта В чем была? Суть конфликта была Ни в каком Ни в искусстве Это все придумалось потом Ну как все события В мире у людей Обрастают легендами Все творят легенды Отсюда сказки Отсюда были Это в природе Вида Человека на земле Романтизация Произошедшего Это всегда Подумайте Александр Македонский У нас теперь герой Да А это кто это? Убийца? Сколько народу-то уничтожил Чингисхан у нас Просто Только что на руках не носим А кто это был? Это лет через 200 У нас и Гитлер Со Сталином Станут героями Ну вот к романтизации Той эпохи Того периода 62-го года Мы вернем через какое-то время А пока сюжет На эту тему Одним из больших событий В культурной жизни столицы Была юбилейная выставка Посвящается Тилетней работе Московских художников Руководители партии И правительства Посетили юбилейную выставку Как ни смотри Невозможно согласиться С художниками-формалистами Один уродует человека Другой унижает его Вот что рассказал Никита Сергеевич По поводу этих картин Скажите, что здесь изображено? И это мальчик Называется картина Ну что ж, рожденный в СССР Борис Иосифович Жутовский У меня сегодня в прямом эфире Там может за давностью лет Хронику все-таки мы вам сейчас показывали Не совсем слышно, что говорил Хрущев Я переведу Это мазня называется картиной Правильно? Если дословно Это он адресовал к вашим работам? Нет В данном примере он адресовал К картине Фалька Которая называлась Обнаженная Так, а конкретно Жутовский Обнаженная точка Фалька Он ее называл Обнаженная Валька Ага Недолго думая Нашел ассоциацию Да нет, просто не раз слышу А, не расслышал Просто не расслышал Нет, ко мне Так случилось, что он У меня там висело Четыре картинки А экспозиция была Постойна таким образом Что мы непоименно Висели А была общая экспозиция Зала И там висели Мои четыре картинки На разных стенах Буквально И черт его вынес на каждую Так случилось Абсолютно без... Ну и тут уж он Распускал себя Как только мог Одна из них была Портрет Тольки Он Начал меня Мучить Что же я такого Мрачного нарисовал Я стал придумывать Я говорю У него папа с мамой сидели А теперь Я говорю А теперь их выпустили Он жил в подвале А теперь Я говорю А теперь на четвертом этаже А на самом деле Это портрет моего соседа Который действительно Жил на четвертом этаже И он был никакой Не только А Сашка Это все от страху Другая картина Называлась Портрет Столивара На самом деле Он никакой не Столивар Он мой приятель Якомаров Но мы его назвали Портрет Столивара Ну на всякий случай Чтобы начальству Было приятнее И понятнее Ну и так далее Этому Масса примеров Этого Трусливого лукавства Этого поведения В страхе Да вот несмотря на изворотливость Все равно Хрущев ушел Недовольным оттуда Да нет Ну какой довольный А потом А вы знаете Например Чтобы скажем Саркази Или Президент Буш Пошли на выставку И об этом писала пресса Вы где-нибудь читаете? Нет Такого никогда не было По-моему Это могло быть только У Мао Цзэдуна У Ким Ирсена И у нас Это не предмет На который ходит руководитель У них другое занятие Это не их дело А вся эта история Насколько я теперь понимаю Это просто Против него Зрел заговор Зрел 62-й год А его сняли в 64-м Всего два года И единственная группа людей С которыми Которые к нему Относились хорошо Я не могу их назвать Как называлось При большевиках Классом Это на самом деле Она была прослойка Интеллигенция Она так называлась В те времена Единственные люди Кто к нему хорошо Относились Терпимо Понимающе Относились Это интеллигенты Которые понимали Все им сделанное Независимо от всех Печали и гадостей Которые он делал Он таки освободил Людей из лагерей Он забил В гроб Сталину Кол Он вернул Честное имя Тем кто уцелел Он начал Строительство домов Он отнял деньги У военных И стал строить дома Он дал паспорта Крестьянам паспорта Через сто лет После реформы Обида личная Какая-то Затаилась Борисович На него Хрущева Да Там же было И ругательное слово Какое-то произнесено Да было Не будем сейчас В эфире Выпускать В прямой Было Было Разного Было Разного Было И много Дурного Но Это не было Смыслом Его поведение Его поведение Какая выставка Только что была Чуть-чуть Третья мировая война Карибский кризис Какая выставка О чем вы говорите Какие художники Его вытащили На это Чтобы поссорить С интеллигенцией Последние люди Которые к нему Относились Терпимо Военных Он обидел Рабочих Он расстреливал Крестьянам Он извел Кукурузой Но та же Интеллигенция Отвернулась От него После того Когда он уже Сидел дома Под домашним Арестом Практически Это другое дело Это уже не Интеллигенция Это уже Все Это как у нас Принято Не успели снять Как мы его топчем А процесс Примирения Какой-то был Между вами Я читаю Все время Какую-то странную Информацию В интернете Обидел Хрущев Потом они Помирились Это что такое Это откуда Это просто Так сложились Обстоятельства Жизни Что Его внучка Работала Вместе У моей жены Моя жена Работала В АПН Покойная И там работала Внучка Хрущева Внучка Хрущева И я через нее Передавал ему К дню рождения Какие-то Небольшие подарки Там книжку Когда он уже был Отстан Да Когда уже сидел На даче Он в ответ Мне присылал Благодарности Через нее Ну и какие-то слова А слов раскаяния Там не было Вот я от детства Ты обидел тебя В свое время Прости Было Было Но не так Как вы сказали Не так А как? Ну это было Скажем так Это все устроил Ильичев Он хотел стать Из членов ЦК Членом Президиума И это он Все устроил А когда я был У него Последний раз В гостях На даче В последний день Его рождения Уезжая оттуда Я Провожая нас Он вышел Провожать нас Прощается Говорит Ты на меня зла Ты не держи Ведь я Как попал На эту выставку Я ведь не помню Кто-то меня туда Завез Я же не должен был туда ехать Я же глава государства И меня водят там По этой выставке И кто-то из больших художников Говорит Сталина на них нет Я на него так разозлился А стал кричать на вас А потом люди этим И воспользовались Ну добрая душа Бориса Тут же отпустила все грехи И беспокоилась Нет, еще до этого отпустила Когда я Жалко Жалко Человека жалко Он был главой страны Его сняли Его выкинули на дачу Сидит на даче В больницу не может выехать Без разрешения Виктор из Астраханской области Давно ждет Давайте впустим в наш эфир Виктора Виктор, здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Отвечаю на вопрос Вашего гостя К сожалению Не сражаю Ни о чем В том, что было раньше Кроме молодости И надежды Ты первый А вопрос к вам В последнее время Многие творческие Работники Говорят о борьбе С большевиками И С советской области Как подвижущей силой Их творчества А не кажется ли вам Что-то ошибочное мнение Ведь русские живописцы И великие русские писатели Как Датайевский И Гоголь Вот Создавали свои Гениальные Предведения Из внутреннего Своего сопротивления От душевных Терзаний И это было Подвижение Не понял Большевиками Но запреты Неразрешения Контроль Были Препятствием Которые Надо было Преодолеть Это была Сила Ну как Сегодня Скажем Может быть Это силы Рынок Не покупают Тебя И все Как его Заставить Это сделать Это было Но тогда Это была Привычная Уже Форма А теперешняя Форма Новая К ней Надо привыкнуть Надо понять Китайцы Говорят Что очень трудно Жить в эпоху Перемен Надо же Привыкать По другому Не дай нам бог Жить в эпоху Перемен Слушаем звонок Алексей из Перми Алексей здравствуйте Добрый вечер Алексей Добрый день Здравствуйте Вот уважаемый гость Вы знаете Если листать страницу Русской истории Вы увидите Что духовное составляющее Для России Всегда была доминирующая В свое время И Сеодор пытался Затащить веру латинскую Засима и юдийскую И вся русская общественность Духовная общественность Вставала на дыбы Вы знаете Радоваться от того Что погибла империя В 17-м году В 17-м А может только человек Который не любит Страну Не знает ее историю Поэтому погибла В 17-м году Империя Совершенно не Советский Союз Со всеми ее приморочками Трудностями И так далее Поэтому вот это так Спасибо Ну был не вопрос А мнение скорее Телезрителя Да по поводу того Погибла империя Да Но это же не в нашей С вами власти Не мы с вами В этом виноваты Не мы с вами Принимали участие Мы можем только С вами констатировать Да погибла империя Да я в этой империи Так же как и вы Прожил большую часть Своей жизни Об этом я и думаю Об этом разговариваю Об этом вспоминаю Борис Ильич Вот если возвращаться К империи И к той выставке Которая в той империи Проходила 62-й год Мы только что увидели Выставку посвященную 30-летию мозга Да И увидели ваши картины В черно-белом Хроникальном еще варианте Я знаю что эти картины Потом были спрятаны вами Да Какая-то была в гараже Какая-то еще в другом месте Пряталась Нет в гараже Все в гараже Да Потом их там и обнаружили сами Или нашли Или они пропали Вот какую-то историю Нужно здесь просветить Там по нашим обстоятельствам Профессиональным В студии Где я занимался Накануне события Летом Мы должны были По определенным заданиям Сделать серию работ Ну это было Надо было сделать Три или четыре портрета Одного Три или четыре портрета Другого С разными задачами Когда набрякла Выставка на Большой Коммунистической То есть до Манежа С выставки на Большой Коммунистической Нас притащили в Манеж Мы выставили там По одной картинке Это был маленький зал Там нельзя было выставить Все что мы наделали А когда это все произошло Когда уже нас вытащили В Манеж Куда мы взяли Наиболее спокойные Картинки Из тех Что мы сделали Я от страха И досады Все остальные Сложил в кучу И в гараж Запихал на антресоли И признаюсь Вам забыл об этом А то есть вы сами Забыли Забыли И потом обнаружили И летом этого года Ну 2007 года Готовясь к выставке Которая сейчас идет Я вспомнил Что у меня же В гараже же лежат А гараж Сорок с лишним лет Вы догадываетесь Что может быть В гараже у москвича За сорок лет И как там надо Все разрыть Чтобы что-то вынуть Вот эти картины Мы увидим сейчас С вами дорогие друзья Только вот Другие даты там Стоят Давайте посмотрим сюжет Чтобы все здесь В студии не рассказывать Лучше увидеть Работу мастера Там было Три портрета Три автопортрета Четыре портрета Тольки Значит семь И еще четыре Других картинки И я Две из них Отреставрировал Они висят На выставке Здесь представлены Картинки в общем Фрагментарно Точечно Но проходящие Через всю мою жизнь Конечно на выставке Не так много Всего шестьдесят работ А на сегодняшний день Их где-то Как я не пытаюсь Их продать Или раздавить Все равно больше двух тысяч Судьба меня не очень баловала Первая выставка у меня была Когда мне исполнилось 58 лет В девяностом году Все что я не пытаюсь продать Вот только что меня смутили Вот эти вот слова Я знаю что вы продаете Буквально практически все свои работы И выставляете Да? Нет Это мне кажется Да? Я просто читал об этом В каком-то интервью По поводу того Что вы выставляете все картины И продаете все подряд Я готов их продать Ах вы готовы все продать? Я готов их продать А зачем? Почему? А я объясню вам почему Это очень Как бы больной вопрос Но Вполне понятно Дело в том Что мне 75 лет Так сложилась жизнь Что у меня нет Никого близких Никого нет близких Музеи Не покупают Не предлагают Не выставляют Не заинтересованы Или не интересуются этим На сегодняшний день Завтра я умер Куда это девать? Кто этим будет заниматься? А это хранить И Для этого же места И внимания И силы Поэтому я решил Их продавать До этого Я их не продавал В надежде Что человек Купивший работу Конечно Сохранит ее Да? Ну конечно Ну хотя бы Она начнет жить Это на самом деле Ведь норма Это мы так жили У нас Валялись в мастерской И мы уроды Профессиональные В этом отношении Уроды Они должны жить Они должны быть в мире Они должны существовать Но так получилось Что они в основном у меня И поэтому я поняв Что мне все-таки Уже немалое количество лет И пора Позаботиться Об их судьбе Я пытаюсь их устроить В детские дома И чужие семьи Очень хорошее решение Следующий звонок из Москвы Валерий Здравствуйте Добрый вечер Сорвал сезон Валерий 617-52-20 617-51-92 Евгений из Вашингтона Евгений здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас Я бы хотел задать По вопросу И к ведущему К Владимиру Задавайте Борису Иосифовичу Я имею отношение К искусству Но я давно живу В Америке И я бы хотел Как раз была Трудная тема Когда он работал В период Хрущева У меня был вопрос По поводу Вспомнит ли он Знает ли он Это неизвестного И как это Расходит У них отношение И к Владимиру Второй вопрос Не хотел ли он Прогласить Я с неизвестным С ее программой Хорошо Сейчас узнаем По поводу Вашего знакомства С с неизвестным Я думаю С с неизвестным Давно Друзья и приятели Познакомились Мы с ним В 1956 Году Когда я После окончания Института Уехал Работать на Урал Свердловск Он же Свердловчанин Там я познакомился С его мамой Белла Абрамовна Дежур Которая недавно Умерла В возрасте 104 лет Там в Америке А в прошлом году Я был У Эрнста В гостях В Америке Был у него В мастерской Мы с ним Виделись Разговаривали Время от времени Перезваниваемся Когда он приезжает Сюда Мы видимся Так что мы Поддерживаем Отношения Нельзя сказать Что мы Теперь уже Дружим Так Как дружили Раньше А раньше Мы дружили Очень тесно Потому что Это как я говорю Это был такой Отряд сопротивления Это была такая Ну можно назвать Группой Может нельзя Это Эрнст Неизвестный Йолос Остер Юра Соболев Володя Инкелевский И я Вот это была Как бы такая Тогда ваша прямая задача Просто Борисович Помочь нам Пригласить Эрнста Неизвестного в программу Передать всяческие Привет от нас И вот во благо Всем американским Российским зрителям Сделать все возможное Чтобы оказался На этом красном кресле При случае Непременно Валерий из Москвы Валерий здравствуйте Добрый вечер Валерий Добрый вечер Говорите Да я на связи Мы рады Этому страшно Говорите Валерий Пожалуйста Валерий Дорогой Борис Это тебя Не беспокоит А поздравляет С днем рождения Герасимов Валерий В котором Вот лично То есть тобой Судьба свела В прошлых То есть В прошлом столетии Чертовски рад Потому что Если меня Спросят Как я отношусь К тому времени Я скажу Что это Мне подарило Знакомство С таким человеком Как ты Это фантастика Самый лучший Подарок За всю мою жизнь Мне тоже Уже немало лет Я очень рад тебя Слушать Борис Ты мой главный учитель Спасибо тебе Вот и все Что я хотел тебе сказать Хотел бы увидеться Но Ради Бога Приезжай Обнимаю Обнимаю Приезжай Пожалуйста Буду рад Жить есть Где есть Куда На лесную На лесную Или на Кутузовку Позвонишь По телефону И приезжай Всегда Тебе есть И кровать И еда И разговоры И разговоры Спасибо Спасибо вам большое Валерий За звонок За ностальгические воспоминания За то что Если бы вы создавали Вот эту великолепную работу Полиптих Если правильно Профессиональным языком говорить Полиптих Который есть уже Одна из главных работ На мой взгляд У Бориса Ильича Жутовского То наверняка В вашем полиптике История жизни этого человека Наверняка бы присутствовала Как присутствует В вашем Сколько историй? Семьдесят Семьдесят пять Семьдесят пять То есть в декабре этого года Прошлого традиционно Было заполнено очередное окошечко Да? Все Чему оно посвящалось? Последнее окошечко Семьдесят пяти годам Семьдесят пяти годам Да? Конечно Дело в том Что последние двадцать пять Фрагментов этой картины Посвящены Она так и называется Этот цикл Так и называется Годы Ага Вот Там В каждом фрагменте Событие года Какое-то для меня важное Да-да-да-да Или чья-то гибель Или чья-то смерть Или путешествие куда-то Или какое-то событие Событие года Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да завтра. И вы наверняка не знаете, что через какое-то время вы назовете ее 100. Дай мне и вам Бог. Дай Бог услышать. Но я знаю, какая будет последняя картинка. Это я точно знаю. Какая? Это не секрет? Нет, не секрет. Дело в том, что у меня есть такая ритуальная одежа. Такой легкий-легкий свитерочек был. И когда он протирался, мама делала на него заплатки. Потом, когда он свитерочек совсем сносился, мама уже подшивала. его чулками и колготками снизу, чтобы он... И практически теперь этот свитерочек весь из заплат. Весь. К тому же от самого свитерочка не осталось ни капли. Вот там будет висеть этот свитерочек, а внизу на кнопке свидетельство о смерти. Вот это будет последняя картинка. Что наша жизнь? Свитерочек с заплатками. Конечно. Конечно. Юлийс из Харфорда на прямой связи с ней сейчас. Мне бы хотелось продолжить эту тему, но вернемся к ней позже. Пока примем звонок Юлийса из Харфорда. Юлийс, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. С Новым годом, друзья. Я в свое время был на выставке в Манеже в 62-м году. И по вашему приглашению в 90-м году были в Доме художника на вашей первой персональной выставке. Добрый вечер. Какова роль интеллигенции в те далекие времена уже, скажем, 60-е и 70-е годы и при нынешней советской власти? Выполняет ли интеллигенция свою роль? И второй вопрос. Немножко подробнее расскажите о вашей литературной деятельности. Спасибо и творческих удач вам. Всего доброго. Благодарю вас. Ну вот нам темы две как раз до конца эфира хватит. С художника власть можно просуждать очень подробно эту тему, пофилософствовать и о литературных трудах поговорить. Художника власть, я думаю, что искусство не может помочь политике, а политика не может помочь искусству. Это два разных занятия. Разговор о интеллигенции и ее взаимоотношении с властью, как мне кажется, может возникать само как вопрос при тоталитарном режиме. При том режиме, который руководит буквально всем. На самом деле интеллигенция занимается своими делами, власть занимается своими делами. Это в наше время. Рабочие занимаются. Это во всем мире так должно быть. А тогда в СССР, где мы с вами родились, несколько по-другому. Конечно, конечно. Тогда и возникал вопрос власти и интеллигенции. А сейчас не может быть никаких взаимоотношений. Они занимаются своим делом, а я занимаюсь своим делом. Пару слов о литературных трудах. Ну, это, так сказать, литературные труды, это большая натяжка. Как один день ведь тоже есть такая книга, да? Она делается. Она еще не закончена. Нет, она делается сейчас. Это должна быть грандиозная книжка. Я думаю, не меньше тысячи страниц. Я как раз ее сейчас сделаю. И каждый из окошечек будет отдельно представлен. Про каждое окошечко будет рассказ. С письмами, документами, телеграммами, фотографиями, с моими картинами, относящимися к той или иной теме. Это будет такая монография жизни. Это очень здорово. Я почему этому страшно радуюсь? Потому что одно дело вот прийти на выставку, увидеть. Одно дело прочитать короткий рассказ, который сопровождает каждое окошечко. А другое дело подробно вникнуть в каждую историю, поскольку она действительно представляет большущий интерес. Я просто не со всеми знаком, но даже то, что я знаю, меня просто искренне поразило. Дорогие друзья, поскольку я вот знаю, что еще помимо всего прочего, что сказал, что Борис Иванович, пожалуй, как рассказчик, может сравниться или переплюнуть Шахерезаду в историях своих. Ну, надо попробовать. Тысяча один день. Тысяча один день. Это серьезная задача. Вот, поэтому литературные труды, я не знаю, что это такое. Ну, я стесняюсь этого определения. Я просто сделал на сегодняшний день две книги. По мелочи я писал и давал интервью и в разных формах печати. Это бывало. Это нормально со всеми людьми. И ничего в этом необычного нет. Но я на протяжении последних 35 лет, 37 лет, рисую портреты современников. Когда-то Борис Абрамович Луцкий, покойный, известный поэт, меня на это дело не то чтобы надоумило, а заставил. Я стал рисовать портреты. Портреты времени. Там есть все. Убийцы, воры, поэты, художники, просто нормальные люди, бродяги. А принцип-то какой? Принцип, Борис, какой? Социальная значимость? Никакой. Вашими словами говоря, морда лица выразительная. Это один из фактов. Один из фактов. Один из фактов. Имеет большое значение. Интересно, да. Знакомство, необычность судьбы, морда лица, что-то меня задело. Ни в коем случае, ни в желаниях, это вот политик, его надо нарисовать. Или этот знаменитый, или негодяй, его обязательно надо вытащить. Нет. Просто, вот как живу, так и рисую. С кем столкнула судьба, кого-то захотелось, того и ухватил. На сегодняшний день этих портретов около трехсот. И несколько лет тому назад я выпустил книжку «101 портрет современников». Она так и называется «Последние люди империи». Название это тоже мне подарил Фазиль Искандер. Портрет которого тоже присутствует в этой серии портретов. Когда я рисовал портрет его, да. Вот я тебе подарю название «Последние люди империи». Супер название-то какое, да, потрясающе. Точно. Ну, он же все-таки профессиональный литератор. Он же Фазиль Искандер. Он же знает. Вот. Это вот одна книжка. И вторая книжка у меня был учитель. Не педагог. Учитель. Дмитрий Иванович Архангельский. Акварелист. Поразительный совершенно. Тоже, как и у всех у нас. Да у него еще больше с тяжелой судьбой. Он был учителем Аркадия Пластова. Рождение 1885 года. И когда в пятом году ему должно было бы исполниться 120 лет, я решил, что я каким-то образом должен отметить это событие для себя. И я разыскал у себя его письма ко мне. И издал эти письма. С фотографиями, с его акварелями там воспроизведенными. И сдал эту книжку. Она так и называется «Дорогой Борька». Так он начинал мне часто очень письма. Вот две книжки, которые я сделал. И делаю сейчас вот третью. Вот эту очень большую книжку. Бог даст я к середине этого года. Может быть, ее закончу сам. А дальше начнутся мытарства с печатью, типографией и всем прочим делом. Это уже традиционно, как водится. Последние люди империи, вот уже здесь отчасти представлены. Мы все портреты, конечно, не сможем показать. Их огромное количество. Это моя жена покойная. Это портрет трагичный. Потому что тут вот внизу слева написано «10 мая 1975 года. В 8 утра этого дня я закончил ее портрет». А в 2 часа дня этого же дня она погибла. Ну, следует сказать, что погибла она в автомобильной катастрофе. В автомобильной катастрофе, да. Я выбирался с того света около двух лет, а она погибла. И первый рисунок, первый эскиз делали левой рукой, да? А я левша всегда. Вы левша, да. Но переучили же все равно вас со временем. Ну, да, писать. Я правой рукой пишу. А, пишите правой, да? Только. А все остальное делаю левой. А первый рисунок после автомобильной аварии был какой? Помните? Автопортрет, конечно. Автопортрет. Помню в зеркало, потому что я лежал распятый. И у меня свободна была только левая рука. И я в зеркало нарисовал свой автопортрет. Мы можем продолжить эту серию сейчас смотреть? Ради бога, пожалуйста. Это Юлий Даниэль. Известный вам Даниэль Лисинявский. Уже умирающий, рисовал его в больнице. Когда-то он был преподавателем у меня в школе. Еще в давние времена, сразу послевоенные. А эта серия вся в черно-белом варианте, да? Черно-белом, черно-сангиной сепи. Я начал, в прошлом году я начал рисовать цветные портреты. И первый портрет я сделал Игоря Губерманом цветной. Первый, единственный, да. Ну что, я думаю, нам покажут через какое-то время другие портреты. Сейчас поэтому превосходят крайне медленно. Но пока. Принимаем звонок Сергея из Нью-Йорка. Сергей, здравствуйте. Вот Никитич Сергеевич Хрущев. Сейчас к Хрущеву вернемся. Сергей из Нью-Йорка. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Сергей, добрый вечер. Вы дождались? Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем еще записывать видео. были проблемы. И у меня такой вопрос. Были такие же проблемы у Эрсена Неизвестного. Одинаковые. И я бы хотел, чтобы вы рассказали, что это такое было. Дело в том, что Эрсене сейчас живет в Нью-Йорке, я слышал. Да, конечно. Я с ним лично не знаком. И хотел бы узнать, как он сейчас происходит, проходит его творчество. И к Сергею сразу же вопрос. Не хотели бы вы Сергея пригласить Эрсена Неизвестного в свою программу? Спасибо. Спасибо вам большое. Вы, видимо, не все смотрите или дозванивались в тот момент, когда мы подробно говорили про Эрсена Неизвестного. Пригласим обязательно с помощью Бориса Сергеевича, я надеюсь, в том числе пригласим. И мы уже начали немножечко рассказывать вам на ту тему, которую вы сейчас затронули. Да? Есть что добавить? Ну что, Эрдос живет в Нью-Йорке. Это правда, он эмигрировал в 76-м году. То есть, на самом деле, достаточно давно. Живет в Нью-Йорке, живет в роскошной, хорошей, красивой, большой, деловой мастерской. У него вторая жена, у него энергичная, молодая. Насколько творчески активен он сегодня? Активен. В прошлом году он приезжал сюда и устраивал здесь выставку в галерее, в музее, в государственном музее графики на зоологической улице Леони Бажанова с новыми иллюстрациями к книге «Пророки». Я знаю, что Эрмст выдвигал несколько раз предложение России о создании памятников на территории России. Я знаю, что он сделал, и все вы знаете, памятник в Магадане. У него стоит памятник в Калмыкии. Я знаю, что у него есть еще несколько заявок. Я знаю, что он член правления, если можно так выразиться, о премии «Триумф», и он регулярно приезжает сюда на заседание этой премии. То есть он вполне активный и энергичный человек. 83-й год жизни. Ну что, вернемся к портретной галереи. Без этого портрета, конечно, не могла обойтись ваша галерея. Никуда не деться. Никуда не деться, да. И вот своеобразно здесь изображен Никита Сергеевич Кручев. Ну, еще он и деформирован от этого, поэтому он так совсем... Можем смотреть следующий портрет, да, если нам покажет сейчас? Да, наверное, да. Это Юрочка Корякин. Сейчас вот хворает сильно философ. И один из крупнейших в мире и в России специалистов по Достоевскому. Философ Юрий Корякин. Хворает сейчас тяжело. Покажите нам следующий. Ну, Господи Боже мой. Это великий человек Лева. Лева Копелев. Диссидент, сиделец с Солженицыным в одном и том же лагере сидел в шарашке. Роскошный, дивный. Энергии и алчности человек невероятный совершенно. Следующий портрет будет Великого Шута, судя по вашим высказываниям. Аргандис Акти Райкин. Вы его так называли? Да. Ну, я так... Ну, как тоже он? Он Шут Великий. Это же... Отлично. Это очень... Даже Костя Райкин говорит, что это лучший портрет его отца. Стрекозинная легкость, я читал, присутствует в этой работе, да? Как легкость перевоплощения была у самого Мастера. Ой, поразительный был человек. Следующий портрет мы смотрим сейчас. Андрей Адмитович Сахаров. Это с подачи Юры Роста я его нарисовал. Уже после возвращения его из ссылки, из Горького. Вернемся чуть позже к другим вашим работам. А пока скажите мне, есть портреты, которые не нарисованы вами, а которые хотелось бы воплотить? Люди и типажи, которых вы искали, но так и не смогли воплотить пока на сегодняшний день? Или таких нет? Есть портреты, которые начаты и не докончены. А, такие есть, да? Есть. Есть портреты, которые бы очень хотелось сделать. Борис Викторович Раушенбах. Я ему позвонил. Как-то некоторое количество лет назад, и вы поймете, когда это было. Я позвонил ему и говорю, Борис Викторович, здравствуйте. Я вот художник Борис Жутовский, я хотел бы нарисовать ваш портрет. Вот здесь уже. Он так немножко... Я говорю, мне больше 70 лет. Он говорит, а тогда другое дело. Тогда другое дело. Сделайте милость, давайте позвоните мне в четверг, и мы с вами договоримся. Я тут вот эти ближайшие дни несколько занят. В четверг я ему позвонил, а жена мне сказала, что у него очень тяжелый инсульт, из которого он так и не вышел. Так что есть целый ряд каких-то вещей. Есть жизненные обстоятельства, которые не позволили завершить какие-то работы, да? Володю Высоцкого начали рисовать, потом провели время, как принято было в те времена. А как принято было с Володей Высоцким время в те времена проводить? Ну, как вот так. Пили? Ну, конечно. Ага. Ну, а как иначе? Сразу потянулись в стакан, вспоминая было. Конечно. Сейчас мы увидим сюжет через какое-то время по поводу работы как один день. А пока принимаем звонок Ирины из Ишкаралы. Ирина, здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Здрасте. Добрый вечер, Борис Иосифович. Иосифович, да. Здравствуйте. Борис Иосифович, честно говоря, я Вас очень мало знаю. Но сегодня посмотрела передачу, узнала Вас намного больше. И хотелось бы мне ответить на Ваш вопрос, который Вы задавали. Вопрос звучал, что плохого, что там было или хорошего. В этом времени... А, момент. Мне 43 года. В этом времени было все хорошо. Все было замечательно. Мы помним эти плюсы, 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 плюсы. Как нас лечили бесплатно, как нас учили бесплатно, в том числе в университете. Потом мы пошли работать, специалисты с высшим образованием. У нас в санатории, профилактории, все бесплатно, все замечательно. Сказать об этом времени плохо, это значит плюнуть самим себе, я не знаю, в душу или тем людям, которые были и беспокоились за это. Что в этом времени хорошо? Время идет вперед. Ничего не изменить. Ничего с этим не поделать. Живем, живем и дальше, и дальше будет лучше и лучше. Можно я вам задам вопрос? Конечно, Ирина, мы для этого здесь и находимся, чтобы вы адресовали вопросы. Пожалуйста. Борисович, как вам кажется, вот сегодняшний день, как вам кажется, то, что, как отвечают за нас государство, за вас, ну хорошо вам, поскольку мы что-то все-таки в своей жизни сотворили, и сами держимся хорошо на ногах, что думаете вы на тему того, как государство беспокоится о том, о ком побеспокоится-то некому больше, как ему, самому этому государству. Спасибо. Пожалуйста. Попробую ответить вам на этот вопрос. Просто мы с вами привыкли, вы в меньшей степени, а я в большей степени, в силу возраста, к той форме заботы, и, как теперь понятно, достаточно уродливой формы заботы, которая теперь переменилась. Мы жили абсолютными иждивенцами, за что должны были платить, примерным поведением, ровным, одинаковым, без всяких самостей. За это мы и получали. Ситуация поменялась. Государство заботится. И будет заботиться. И некуда ему от этой заботы деться. Оно для этого и существует. Но формы заботы меняются. Недавно же мы с вами только что говорили, что очень трудно жить в эпоху перемен. Трудно привыкать к другой форме заботы. Но приходится никуда не деться. Спасибо вам за этот ответ. Мне говорят, что Алексей из Перми на прямой связи находится. Но, Алексей, вы нам уже дозванивались, если я понимаю. Мы не можем впустить вас в эфир второй раз, поскольку много желающих позвонить. И мне бы хотелось, чтобы мы более подробно познакомились с творчеством человека, который пришел к нам сегодня в гости. Как один день порой проходит наша жизнь. Как один день называется большой полиптик, выражаясь профессиональным языком. И одна из главных работ мастера. Давайте смотреть сюжет. Как все начиналось? Родилась она в начале 80-х годов. Время было очень глухое. В то время Брежневского глухого. Глухое время. Картинки нельзя было выставлять. Жизнь была совершенно такая. Загнанный в угол. Тихо, спокойно. Главное, нельзя было никуда высовываться. Ничего делать. Ни выставлять, ни продавать. Ничего невозможно было делать. Я решил, что мне надо придумать какую-то картинку, которая бы занимала очень много времени. И была бы многодельной, но не занимала много места. А потом это было все-таки накануне 50-летия. И есть ощущение, когда тебе там 50, 60, 70. Начинаешь думать, знаете, как у Сан-Мерсета Моэма, подводя итоги. Что-то надо подумать по поводу того, что сделано, и подвести какие-то... Подбить бабки. Я ее назвал 50 условно, а потом это название к ней прилипло. Накануне своего 70-летия я переназвал ее. Назвал ее, как один день. Вся жизнь, как один день. Так оно и есть. Я даже сейчас собираюсь начать делать книжку. Эта картина будет, как шампур, на который будут нанизаны все рассказы, письма, записки какие-то, воспоминания. Ну, все про прожитую жизнь. Ну что ж, нам осталось дождаться книжки и узнать все про прожитую жизнь Бориса Житовского, который пришел к нам сегодня в гости. Михаил из Москвы готов поговорить с нами. Михаил, слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Борисович. Добрый вечер, очень рад вас видеть. Впервые я познакомился с вашим творчеством по книжке Юрия Ореша, где были изумительные ваши иллюстрации. Я был потрясен тогда. А потом был, конечно, незабываемый 62-й год, но я уже был на этой выставке в начале 63-го. И больше меня всего на этой выставке, извините, потрясли не вы, а картина Никонова «Геологи». Потому что я вернулся тогда в Сытурупа, только что, где работал геологом, и эту картину клеймили за безысходность. А я был в этой шкуре и чувствовал себя среди этих геологов. Теперь по поводу вашего вопроса. Я при советской власти прожил 52 года. И не хочу, чтобы она возвращалась. Не хочу, чтобы даже мельчайшие ее детали вернулись. И я не хочу. Не хочу, потому что я был несвободен. Мне все то, что нас бесплатно делали нам, я хочу на это дело зарабатывать. Я не хочу, чтобы государство обо мне заботилось. Согласен. Я не хочу иметь с ним никакого дела. Интеллигенция, которая сотрудничает с государством, одной из функций, которая является насилие, как любого государства, перестает быть интеллигенцией, а становится чем-то другим. Двумя руками. То, что вот эта вот всякая шпана звонит про ханов и прочее о возрождении империи, горе синим пропадом империя. Потому что задача империи, власть, и дарить распространять эту власть всюду, куда только можно. Согласен. Мы гордимся тем, что нас, мы думали, что нас уважают, нас боялись, а уважают не за страх, а за совесть. А совести у государства нашего не было. Она появилась в конце 80-х и 90-х годах. Сейчас мы ее опять теряем. И вот эти вот появляются люди, которые возвращаются империя, возвращаются державность. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мнение было поистине человека, рожденного в СССР. Да? Согласен полностью, кроме последних, кроме последних реминисценций о том, что сейчас что-то возрождается. Я думаю, что это неверно. Я думаю, что это незнакомые формы свободы, которые дают возможность говорить каждому, что он хочет. Просто раньше мы должны были говорить вслух только то, что можно, а все остальное на кухне. А теперь возникает ситуация, когда об этом могут говорить все, кто как хочет. Незнакомая нам ранее форма, но тем не менее отрадная с моей точки зрения. Я все к творчеству буду возвращаться. У нас пять минут до конца эфира, даже четыре Бориса Жутовского. Сейчас очередной сюжет мы смотрим. И если позволит нам время, будут даже комментарии к тому, что мы увидим. Серия «Друзья». Я выбрал 10 человек к тому времени у меня близких друзей и про них сделал 10 картинок. Некоторые из них с портретами, некоторые из них с намеками на их профессию, некоторые с какой-то определенной игрой, но тем не менее 10 друзей. Мы можем сейчас прокомментировать, что мы сейчас видим на экране. Ну, вы видите, 10 друзей. Вы видите, тут это Игорь Куберман, решетка, потому что он сидел в тюрьме 5 лет. Это? Это Мячеслав Раковский, один из крупнейших мировых политиков. Это? Поляк. Это Марк Лубоцкий, скрипач живущий сейчас в Гамбурге. Это мой ближайший друг Леша Чусов, с которым я 50 лет хожу на байдарке. Это Владимир Львович Кассиль, старший сын писателя Кассиля. Доктор, серьезный доктор, спасший меня практически от смерти. Друзья. Друзья. Серия «Друзья». Не позволяет нам время более подробно окунуться. Я бы еще, вот если было бы время, про гениев поговорил отдельно. Тоже ведь серия называется «Гении», да? Да, да. Отдельный блок ваших работ. Ну, наверное, следует многих зрителей пригласить к вам на выставку, которая еще, слава богу, продолжается. Ну, продолжается. Сейчас уже осталось совсем немного времени. Да и там нет этой картины. Это если бог даст, я еще сделаю. Вот я думаю, что я напишу книжку, и под эту книжку должен буду выставить эту картину на презентации книжки. И уж тогда, конечно, милости прошу. А слепые рисунки в вашей жизни когда появились? Ну, это была отдельная история. У моего приятеля сошла с ума жена. Я должен был принять участие в том, чтобы она не покончила жизнь самоубийством. Мне это удалось. Я после этого мучился о том, каким образом это передать, нарисовать или что-то сделать. Потому что это меня мучило. И совершенно неожиданно для себя закрыл глаза и стал рисовать с закрытыми глазами. То есть слепой рисунок – это рисунок, нарисованный с закрытыми глазами, да? Да, с закрытыми глазами. И я долго этого стеснялся, думая, что это все думают, что это фокус. И у того же Бориса Викторовича Роушенбаха я прочел много лет спустя, что глаза – это контролирующий орган, который мешает мозгу и руке напрямую жить и работать. То есть это лишний инструмент при передаче опыта получается, да? Да, да. Это я прочел у него в книжке. И это, кстати, было предлогом, первым посылом, почему я позвонил, чтобы нарисовать его портрет, чтобы об этом поговорить. А у вас я в книжке прочел или в вашем каком-то интервью, я прочел о том, что абстракция не существует. Нет. Нет. Хотя вас и называют абстракционистом. Да нет, ну мало ли как называют, на здоровье. Это то, что видит глаз, абстракция та же, да? Не может это убыть, да нет. Ну как же, что такое абстракция в истинном смысле этого слова? Это беспредметное изображение. Это беспредметное. Потому что изображение – это уже предметное. Абстрактное – это беспредметное. Не может этого быть. Я рисую или то, что помню, или то, что видится, или то, что кажется, или то, что хочется, или то, что бьется отсюда. Абстракция – это то, что видит глаз, видит разум, да? Видит глаз, видит разум. Хочет рука. Какая это абстракция? Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня в гости. Ждем с книгой в следующий раз обязательно, с подробными рассказами. Я очень надеюсь на новую встречу. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня был Борис Иосифович Жутовский. Традиционно жду вас завтра, как всегда, в 22 часа. Всего вам самого доброго. До завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok